Всем привет, с вами Гобс, и сегодня я вам расскажу об игре. Нет, это не игра, это демка. Или не демка, потому что демка это тоже, назвать нельзя. Эээ, короче, это самая короткая игра, которую я смог найти в стиме. С сюжетом, разумеется. И её опять сделали китайцы. И называется она The Lost Mythologies. Блин, название как у какой-то стратегии. Игра из себя представляет некое подобие слэшера в перемешку с экшеном. Скорее, вот что-то ближе к кривоватому экшену. Играешь ты за симпатичную мадаму. Игра, кстати говоря, по факту на китайском, на меню. Меню игры на английском. Ну, а всё остальное на родном нам китайском языке. По сути, это одна большая миссия с боссом в конце. В игре есть всякие комбо, которые нас отсылают к более-менее адекватному слэшеру. Есть удар рукой, есть удар ногой. Комбинация этих ударов заставляет нашу героиню красиво махать руками, ногами и подпрыгивать. Противников в игре всего три типа. Опять же, не считая босса. Это монстр, который ударяет тебя руками. Что-то непонятное, похоже на солдафона с оружием, но стреляет почему-то по звуку стрелами. И третье, это большое, толстое. Бьёт сильно в ближнем бою. А ещё стреляет неким подобием огненных гранат. Противники все несложные, затыкать всех достаточно легко. Что касается сюжета. Если верить картинкам на старте, что-то связанное с тем, что главная героиня взяла меч и начала прорубаться в обратную сторону. Такая себе не до Лара Крофт. В целом получаем достаточно неплохой симбиоз. Достаточно такого средненького, но нормального геймплея. И достаточно простенькой сюжетной линии, которая в принципе нас просто передвигает по уровню дальше. Ну а теперь поговорим о достаточно серьёзных недостатках. Первый и основной недостаток. Игру можно пройти за 14 минут. А то и за 10, если не считать ещё парочку роликов. Враги все однообразны, собственно говоря, что вы хотели за 10 минут. Все локации линейные. Любовая анимация прыжка. Именно из анимации прыжка всё происходит не очень даже красиво. Это при том, что в игре даже есть некое подобие рывка. Прыжок всё равно выглядит ужасно. Ну и основной недостаток. Это баги. Может произойти какой-нибудь критический баг. К примеру, противник просто вышел за пределы поля случайно. И всё, начиная груза нова. Плюс ко всему, в игре есть кнопка continue. В стартовом меню. Вот только эта кнопка ни за что не отвечает. Она там просто есть. Каждый раз ты начинаешь игру заново. В принципе, это логично, но зачем добавлять тогда кнопку continue? Также, касательно технических проблем, игра сразу же открывается в оконном режиме. И изменить ты это сможешь только, когда ты войдёшь напрямую в игру, нажмёшь на ситинг и только после этого что-то исправишь. Почему нельзя было это в главное меню вывести, непонятно совершенно. Озвучки в игре так таковой нету. Да и в принципе она не нужна. Есть какая-то музыка на заднем плане, но по-моему это один или два трека. То есть, опять же, вспоминаем, что игра длится 10 минут. И что же мы получаем в итоге? В итоге мы получаем что-то на 10 минут, с дубовой анимацией, с одним боссом на всю игру, с тремя видами противников и кривоватыми прыжками. Но всё это можно забыть по одной простой причине. Игра бесплатная. Это просто демонстрация возможности человека, который её сделал. Скорее всего, он таким образом себе спонсоров искал. И, судя по некоторым вещам, которые я видел в стиме, скорее всего, он их нашёл. Я подозреваю, что игру сделал один человек. Ну, потолок два. То есть, может быть, ещё художники какие-то участвовали. Так что для проекта бесплатного, для проекта на посмотреть, это очень даже прилично. Ну а на сегодня это всё. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, я всё читаю. Ну и, конечно, не забывайте самое главное. Пьяный гоблин должен оставаться пьяным. Всегда. До свидания.